МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Валютная пара евро-доллар. Несмотря на увеличение уровня деловой активности в производственной сфере Германии, а также по валютному блоку в целом, спрос на евро остается слабым. При этом любые попытки продавцов возобновить снижения остаются безуспешными. Открытые позиции трейдеров указывают на преимущество продавцов, так как импульсивное укрепление котировок пары сопровождалось уменьшением открытого интереса и даже несмотря на рост объемов торгов. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней все еще удерживается ниже средних значений за месяц и за полгода, но волатильность в пятницу существенно превысила средние показатели, поэтому можем наблюдать охлаждение рынка. До момента возврата котировок пары выше 1.1185 риск возобновления нисходящего движения остается высоким. А сейчас перейдем к паре фунт-доллар. Повторная оценка индекса деловой активности в производственном секторе Британии зафиксировала неожиданное снижение, которое ослабило интерес к стерлингу, но активность продавцов все еще остается умеренной. Открытые позиции трейдеров указывают на преимущество продавцов, так как открытый интерес сократился при укреплении котировок пары, в то время как объемы торгов увеличились, что указывает на риск возобновления нисходящего движения. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней удерживается ниже средних показателей за месяц и за полгода, но рассчитывать на резкое увеличение торговой активности не приходится. По-прежнему дальнейшее ослабление котировок пары все еще рассматриваю в качестве основного сценария. А сейчас перейдем к паре доллар США – канадский доллар. Очередная волна распродаж на рынке нефти ослабила интерес к канадскому доллару, но активность покупателей по данной валютной паре все еще остается умеренной. При этом риск возобновления роста продолжает увеличиваться. Открытые позиции трейдеров указывают на преимущество покупателей, так как ослабление котировок пары привело к уменьшению открытого интереса при увеличении объемов торгов на 44%. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней все еще удерживается ниже средних значений за месяц и за полгода, при этом рассчитывать на увеличение торговой активности не приходится. Учитывая неспособность продавцов удержаться под уровнем поддержки 1.3030, увеличился риск развития восходящего движения. А сейчас перейдем к экономическому календарю на сегодня. С открытием американской торговой сессии состоится публикация отчета по изменению производственного индекса ISM. Рост показателя способен укрепить доллар США в краткосрочном периоде. На этом у меня все. Благодарю за внимание. До встречи в следующих выпусках программы «Фокус рынка». Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова